Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире Цены Западной Армении. Геворг Вартанян. Вопросы армян в Западной Армении. Баку осквернил церковь в Шуши. Условием сотрудничества Евросоюз-Азербайджан должно быть выполнение обязывающего решения международного суда, депутат Европарламента. Ситуация в селах Шушинского района. Сельчане добираются до полей пешком. Преступление Азербайджана во время развязанных войн. Арман Татуян, Барселона. Третья европейская девичья олимпиада по информатике. Армянские школьницы вернулись с медалями. Геворг Вартанян родился в Гюмри. В 6 лет переехал в Алтайский край Российской Федерации. Вернувшись на родину, в 18 лет приступил к обязательной военной службе в село Талишмартакенского района в взвод героя апрельской войны старшего литеранта Гряча Голостяна. В сентябре 2015 года во время азербайджанской диверсии Геворг спас обострела раненого товарища, за что был удостоен благодарственной грамоты. В начале апреля 2016 года во время боевых действий в направлении Талыша на Арцахско-Азербайджанской границе Геворг с друзьями уничтожил диверсионно-разведывательную группу противника, продвигаясь вперед, вернув 4 позиции. После Геворг и командир Гряч Голостян уничтожили танк противника, однако оказались под прицелом другого танка. Геворг и Гряч Голостян погибли 4 апреля во время боев в Талише. Указом президента Арцаха Геворг Вартанян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Указом президента Республики Армении медалью за отвагу. В армянской мифологии гранат символизирует жизнь, плодородие, процветание и достаток. Цвет граната ассоциируется с ветением, его многочисленные зерна с генерацией. Не случайно, что в древних армянских верованиях невеста разбивала плод граната от дверь, чтобы узнать, сколько у нее будет детей. Чем больше рассыплется зерен, тем больше в семье появится детей. Символика граната также использовалась в армянской архитектуре, ковроткачестве, прикладном искусстве и миниатюре. Как национальный символ гранат стал использоваться в компьютерной графике, рекламе и различных видеороликах. Символ граната в своих фильмах использовал Сергей Параджанов в фильме «Цвет граната», а Томми Геояна в фильме «Арарат». В Араратском царстве гранат почитался как плод древа жизни. В период христианства и иконографии граната нет. Исключением в этом плане является храм Звартнот. Единственное сохранившееся свидетельство – найдена в Сардарапате каменная колонна с изображением граната. С принятием христианства почитание Анаэль сменилось на почитание Богородицы Суп. Асфатсоцин вместо граната в религиозных ритуалах стали использовать виноград. Символизм граната очень емок, особенно в христианстве. Гранат – символ Иисуса Христа, символизирующий Харашапар, Харутсюн, многообразие даров Божьих, Богоматерь, плод рая и прочее. Согласно одной из преданий, но и закрыл ковчег именно граната. Зерна граната покрыты твердой кожурой, как и церковь Христа, члены которой многочисленны и разнообразны, но объединяются в одну церковь. В армянской литературе гранат символизирует горечь Ветхого Завета, сладость которой проявилась в Евангелиях, Аветаране и Церкви, также в словах пророков и спасении праведников. Еще одно неопровержимое доказательство культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном на государственном уровне – Церковь Сурб Аминоперкич Казанчисот в Шуши. Об этом в соцсетях сообщает омбудсмен культуры Айка. Церковь Сурб Аминоперкич Казанчисот в Шуши – еще одно неопровержимое доказательство культурного геноцида, осуществляемого Азербайджаном на государственном уровне. Более подробно оповещим в ближайшее время. Написано на странице Facebook. По мнению депутата Европарламента от Германии Мартина Зоннеборна, ситуация, сложившаяся в Арсахе в результате блокирования Бердзорской дороги, является нетерпимой и неприемлемой. Веседе с корреспондентом Армем Пресс Брюсселя Зоннеборн сообщил, несмотря на то, что Европарламент, парламентская ассамблея Совета Европы и многие правительства призвали Азербайджан открыть дорогу в Бердзор, Баку продолжает ужесточать блокаду, не позволяя Международному комитету Красного Креста предоставить коммунитарную помощь. Судебный орган ООН, Международный суд в юридическом обязательстве порядке заявил, что Баку должен облегчить беспрепятственную перевозку грузов и людей по Бердзорской дороге. В то время как Европарламент потребовал ввести санкции в отношении правительства военных чиновников Баку, если они не будут выполнять распоряжение суда, председатель Европейского совета Шарль Мишель недавно поприветствовал предложение бакийских властей о предоставлении им гуманитарной помощи. Это сигнал бедствия, поскольку Баку еще раз награждается за несоблюдение международного права. Условием любого сотрудничества между Евросоюзом и Азербайджаном должно быть выполнение обязующего решения международного суда. По словам депутата Европарламента, до тех пор, пока Евросоюз не будет оказывать давление на Азербайджан, чтобы тот выполнить решение суда, он будет соучастником антигуманной повестки Баку. В результате закрытия Баку, моста Акари на границе Арцах Армении, жители общин Екцахох, Хиншен, Метшен и Лиссагоршушинского района оказались в полной блокаде, не имея возможности добраться как до столицы Степанакерта, так и до Гориса. До 23 апреля, когда был установлен КПП, жители привозили из столицы Екориса необходимые товары, еду, однако теперь жители выживают благодаря помощи Красного Креста и правительства. По словам главы села Метшен Давида Давтяна, по сравнению со столицей Степанакерта, ситуация в селах немного лучше, поскольку сельчане могут пользоваться выращенными фруктами и овощами. Однако с точки зрения лекарств и топлива ситуация кризисная. По словам главы села, из-за нехватки топлива передвижения на автомобилях не осуществляются. До отдаленных полей и садов люди добираются пешком. Без синокоса огромные поля засохли, так как топлива для техники нет. Преступление Азербайджана во время развязанных войн Арман Татуян в Барселоне. В рамках рабочего визита в Барселону на прошлой неделе я также провел встречи с руководящим составом Союза адвокатов. Об этом сообщил директор фонда Татуян Центра права и справедливости бывший омбудсмен Армении Арман Татуян. На встрече я представил преступления, совершенные во время развязанных войн, проведенных Азербайджаном против Армении и Арцаха в 2016, 2020 и 2022 годах. Азербайджан вторгся на территорию Армении, держа в изоляции 120 тысяч человек. Все это следствие политики армянофобии и вражды властей Азербайджана. Совершенные преступления не наказываются в Азербайджане. Более того, они поощряются властями Азербайджана. В настоящее время Азербайджан полностью изолировал от мира Арцах и 120 тысяч жителей Арцаха, продолжая свою антиармянскую геноцидальную политику. Люди лишены элементарной возможности жить безопасно и достойно на своей родине. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества с Союзом адвокатов в Барселоне. Во встрече приняли участие члены комиссии Союза по правам человека и уголовного правосудия, комиссию по положению женщин, также председатель Ассоциации ООН для Испании. В организации встречи содействовал член руководящего состава Союза вице-президент Эмма Акопян. С 15 по 21 июля в шведском городе Лун прошла третья европейская девичья олимпиада по информатике, в которой приняли участие 189 школьниц из 52 стран. Олимпиада проходила в два этапа. Команду из Армении представили четверо участниц. Три ученицы физико-математической специальной школы имени Шагиняна, одна ученица гимназии имени Широкаци. Филя Гейкян ученица 12 класса Физмата завоевала серебряную медаль. Ученицы той же школы Марий Бадалян 12 класс и Арпи Парадзян 10 класс. Сюзанна Григориан из гимназии имени Широкаци 12 класс завоевали бронзовые медали. Командой Армении руководили преподаватели ЕГУ Армен Андреасян и студент ЕГУ Самвел Андреасян. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении ансамбля «Гадзасар» «Песня Ашула Фахрада» «Айленьяц» «Сируш» хамар». Песня Ашула Фахрада Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok